Сегодня я хочу выразить гигантскую благодарность Виталию, Шалуну, Альберту, Джибли и Радужному Демократу. Друзья, спасибо вам большое за поддержку, которую вы оказываете вне стримов. И отвечая на вопрос Виталия, к сожалению, по собственной глупости, я уже потерял последние серии прохождения и, к сожалению, не вернуть. Также подобное случалось с GTA 2, но сейчас готовится уже небольшой камбэк в этом плане. Может, когда я мечтаю на Таунворсом, такое тоже произойдет. Еще раз спасибо вам большое за поддержку и всем приятного просмотра. Ну что, всем привет, друзья, с вами снова Спектр. Продолжаем с вами катать в челлендж-мод на GTA Stundress, который уже условно так окрестили приквелом к GTA Titan Trice. И, фу, Titan Trice, Titan Address, господи. И сегодня, скорее всего, мы с вами завершим Los Santos. В общем, как я и говорил в третьей серии, да и тем более вы тоже попросили, скипать в большинстве своем миссии, в которых ничего не происходит, хотя как бы почти каждая миссия должна быть индивидуально усложнена в этой модификации. Удивительнее всего то, что мне уже проспойлерили именно саму концовку данной модификации и сказали, там будет настоящая жесть. Но проблема в том, что до концовки у меня еще где-то 70 миссий, поэтому, надеюсь, хотя бы десяточек я за сегодня осилю, друзья. В общем, да, финалем Los Santos, четвертая серия. Всем приятного просмотра и приятного аппетита всем, кто кушает. Начнем сегодня с Цезаря, а там уже посмотрим. Не забывайте про лайки, друзья, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Надеюсь, что модификация роба выйдет хотя бы еще в этом году. Но вот пока у нас с вами такой небольшой приквел, посмотрим, что у нас там навертели. Ссылочка на мод в описании, напоминаю, как всегда. Папочку с аудио перекидывайте в папочку с этим челлендж-модом, и все у вас будет работать потрясающе. И кажется, я понял одну небольшую подляну. Он убрал отсюда спавн с тачкой, которая необходима для прохождения миссии на Цезаре, да? Офигенно ты придумал, братан, просто идеально. Если честно, в такие моменты я просто подумал, что дед уже сошел с ума. И никакого веселья здесь не будет. Но на самом деле не только этот дед может доставить вам веселье. А, например, канал Старик сошел с ума, на котором вы сможете посмотреть кучу разнообразных роликов по новинкам игровой индустрии и по нашей любимой классике. Автор регулярно выкладывает видосы с детальным прохождением тех или иных игр. Притом его манера общения в видеороликах кардинально отличается от той, что я видел на ютубе до этого. Все это приправляется хорошим и своеобразным юмором. Поэтому без хорошего настроения ты точно не останешься. Залетай на канал старика, который сошел с ума по ссылочке в описании и наслаждайся качественным контентом на ютубе. Нет проблем, первая миссия называется Рифмы Мэтт Дога. И, собственно, здесь нам нужно пойти в особняк. Главный плюс в том, что у меня уже имеется в полный комплект брони, а машина, которая нужна для гонок с Цезарем, находится у меня в гараже. Поэтому без проблем. Один из подписчиков в комментарии написал, чтобы я купил еще хоккейную маску СиДжею. Хоккейную маску. Она серьезно здесь есть? Нет, серьезно, я не знал, если такое, правда, здесь присутствует. Я потом поищу. Итак, собственно, охраны здесь нет. Но пока миссия, то есть, стандартненькая. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас, кстати, как раз напомню про одну штуку. Про граффити-то мы уже узнали, а про... Нет, устрица также 50, то есть, в этом плане все окей. Да, у меня выключен ограничитель кадров. Что вы хотите. Ну, в общем, как я понимаю, тут основной прикол будет в том, что сейчас у ребят Мэддога будет далеко не УЗИшка. В плане оружия. То есть, если они тебя спалят, это будет конец. Ааа, окей. То есть, тебя здесь вынуждают стелсить. Потому что я готов был к помпу, мудробовику. Обыкновенному. Ааа! Аа, так вообще какие проблемы? Короче, тут можно спас просто на халяву получить. Лол. Ну, это, мне кажется, уже немного перебор, ребят. Ну, серьезно, можете думать про меня все, что хотите, но подбор спаса... Это... Да. Ну, вообще, кстати, технически я и правда могу пройти эту миссию на полном стелсе. Но, с другой стороны, а типа какая разница, да? Так и все остальные помещения буду проходить так же. Ребята ж, по идее, спавнятся только после того, как катсцена, да? Вот это пока что. Ну-ка. Тихо, тихо. Главное просто, чтобы они стрелять не начали именно. Здорово. Чувак, который в драйвера катает. И у нас там остается еще один. Блин, так с... Таким количеством оружия. И количеством боеприпасов. Я теперь, мне кажется, любую миссию в моде пройду до момента, просто пока оружие это не отнимут. Ну, кстати, урона не так много наносят, с учетом того, что вижеланта я не проходил. А, кстати, некоторые люди так же вот проходят эту штуку вместе со мной. Даже уже почти прошли, я читал в комментариях. И они написали, что проходили и вижеланта, и пожарника. То есть это, конечно, желательно здесь делать. Но я, наверное, как всегда, да, в своем репертуаре. Человек, который все это пройдет, только когда приспичит. Твою мать. Офигеть. Как это сейчас было близко? Блин, последний чувак вроде не видит меня. О, боже мой. Как я не хочу сейчас умереть? Хорошо. Как просрать всю броню и вообще все, что можно, буквально за пару секунд. Вот так, друзья, особняк Мэддога в челлендж-моде. Надеюсь, вы остались довольны. И следующая миссия называется Management Issues. Сдатчится так. Взять машину одного из охранников Мэддога и прибыть навстречу, чтобы убить, соответственно... Ого. Блин, прикольная тачка. Чтобы убить, соответственно, менеджера Мэддога. Ну, по плану пока ничего сложного. Кстати, там еще миссии на ТНП не открылись, между прочим. Вот про это я забыл. Правда, забыл. Это пойдет еще в плюсик. Это моя машина. И я в ней теперь поеду. Вот так, вот так, вот так и вот так. Теперь, кстати, технически вы понимаете, почему у СиДжи красная магия. По-моему, я только что еще больше жидкости на ней оставил. Ну ладно. Ну, в общем, пока все окей. У чувака, кстати, обычно 9-миллиметровый был в качестве оружия. Поэтому все более-менее даже. Ладно, паркуемся, друзья. А, не ори, ненавижу этот момент в задании. Так, написано, тут надо везти тачку, да, иначе менеджер Мэддога попросту выпрыгнет. Вообще, кстати, я знаю, тачку уж можно не обязательно на пристани, да, гасить. Ее можно прям где-то около бургершота, в общем-то, вытянуть в воду. Но, наверное, мы поедем по сюжету. Потому что меня сейчас чуваки Мэддога спалят и придется убивать еще их потом. Вот так, отлично. Ну, в общем, это была стандартная миссия. То есть, я могу сказать... Ай, Сиджей. Ай, Сиджей. Кто бы мог подумать, да, как говорится? Ладно. Ну, в общем... Так, сейчас, надо ограничитель тогда подрубать. Ну, короче, если была какая-то подляна в этой миссии, то она была сверхнезначительная. И поэтому никто ничего не понял. Это была вторая миссия за серию. Погнали дальше. Короче, один из зрителей как-то написал, что, типа, Серега, там за домом свита есть броня. Я просто напоминаю о том, что в этом челлендж-моде все предметы, они перемешаны. Поэтому там сейчас, скорее всего, брони нет. Я, конечно, пойду проверю, попробую. Мало ли, просто там человек как бы не дописал, да, проходил он эту штуку или нет. Или он просто написал, полагаясь, на стандартную инфу с игры. Но я так полагаю, что это было бы слишком просто, если бы броня валялась в обычном месте-то в своем. Вообще, кстати, плохо я делаю, потому что М-ка-то мне нужна была бы. Ну, ладно. У М-ки просто рейнджа хорошая. А у меня еще и брони к тому же нет. Но зато, кстати, калаш у одного из них был. Ну, кстати, очевидно, что подляна в миссии вечеринка будет связана с тем, что у чуваков просто будет иное вооружение. Согласны? Согласны. Так, и последнее, что осталось, это пересадить баллосов, которые выходят из подворотен. И вот вам, соответственно, вечеринка не грози южному централу. Правильно? Правильно. Сзади, говорит. Раз. Два. Еще. Обидно, кстати, что прокачивается М-ка. Большинство М-ка, как я понимаю, ребята же калаши будут использовать, да? А там вроде уровень хитмана апэнса на разных оружиях. Ну, ладно, ничего страшного. Ну, вот и все, друзья. Вечеринка на районе. Третья миссия на сегодня. Могу сказать, что, ну, она логично как будет усложнена. Главное еще по синим бочкам, соответственно, не палить. Ну и, собственно, делаем сейв и гроу вискинг, друзья мои. Ну что, я врубил в этот раз ограничитель кадров, потому что тачка тормозит сама по себе. Тут ничего не поделаешь. Плюс у нее гигантская проблема именно с поворотами. Четвертая миссия. Тачку взял с заданием Цезарь Виалпанда, если вы помните, я ее в гараже тогда сохранил. И, кстати, хорошо сделал. Вот серьезно, тот самый случай, когда вообще идеально все сделал. Она называется High Stakes Low Rider. Я потом понял, да, что это было. На самом деле было бы забавно, если бы Цезарь просто помирал после этого. То есть надо было бы сначала бочки эти обезвредить, а потом только стартовать миссию. Но, на самом деле, как я понимаю, здесь тоже, как таковых, трудностей не будет. Единственное, это... Я не знаю, что он сделал с физикой именно вот этой машины, но ее просто носит как бешеную. Такое чувство, как будто она весит килограмм максимум. Мне нравится, как он постоянно сам именно въезжает в эти бочки. Почему это так странно? Ладно. В общем, в этот раз буду ехать немного медленнее. В общем, я понял, в чем прикол. У Саванны здесь вообще, конечно, ужас в плане хендинга. Она вообще ничего не весит. Ее при любой удобной ситуации просто клонит в сторону. Но, кстати, тачки, по-моему, те же самые, да? Да. Не узнаю, чтобы тут были какие-то иные. Ну, в общем, гонка как гонка, дорогие друзья. Просто пожелайте удачи. Это так непривычно. Ну, то есть, я вообще жесть, как медленно еду. И как человек, который сейчас проходит хаос-мод на Гатас-Нандрес по воскресеньям. Кстати, ребят, залетайте на стримы, если вдруг скучно вам, да, в выходной день. Ну, в общем, могу сказать, что тут правда с Саванной проблема огромная. То есть, ее либо уносит, либо она вообще не поворачивает. Это кашпар. Но всех ребят перегнал. Не думаю, что у них теперь есть возможность сделать то же самое со мной. Поэтому считаем, что, наверное, четвертая миссия в сегодняшней серии у нас сами пройдена. Ну, минута 26 где-то будет, я полагаю. Да, 25 уже не укладываю. Отлично. Прямо ровно все рассчитал. И самое главное, ведь здесь еще подляна с врезаниями. Если вы помните, да, увеличенный урон получает тачка, на которой гоняет именно СиДжей. Вот. Поэтому, да, ехать нужно было медленно и еще и не врезаться при этом. Ну что, у меня доступно задание только на Тенпене. Так, это была четвертая миссия. Поехали на пятую. Пятая миссия сегодняшней серии называется Бернинг Дизайр. Собственно, классическое задание, в ходе которого нужно сначала молотовыми закидать, потом огонь, соответственно, от молотовых потушить. Но речь сейчас не об этом. Кстати, совсем забыл. Технически могу, опять же, заранее сделать небольшой предикт. Кстати, да, ребят, наверное, все-таки, когда буду выезжать с Лос-Антоса, надо будет пройти пожарника. Все-таки, да, и правда, бабки пригодятся. Потом еще нужно будет в деревенской местности пройти парамедика все-таки. Поэтому сегодня, наверное, будет такой, знаете, технический финал Лос-Антоса. Наверное, может, я даже до Гринсейбра дойду. Потом за кадром, да, пройду пожарника. И к следующей серии уже спокойно врываемся с деревенской местностью. Ну, собственно, мы на месте. Не помню уже, о чем говорил буквально минуту назад. Сейчас я думаю только о том, какое оружие будет у ребят из Вагас. Притом, у меня аж брони нет. А вот сейчас, кстати, проверим. Подожди. Смэш, виндоус. А, я вижу. Калаш. Ну, как я и думал. Угу. Как я и думал. Короче говоря, оружки будут новые. Притом еще могут заагриться чуваки, которые будут у главного входа. Правильно? Ну, я думаю, это даже неправильно, а логично. Отлично. Вот так. Все-таки я взял калаш вместо эмки, потому что он тут будет попадаться чаще. А уж уровень владения тогда лучше брать у того оружия, которым пользуются ребята. Для того, чтобы дать мне потом лишних боеприпасов. Логично? Логично. Кстати, на этой машине, видимо, мы с Денис уже не уедем. Поэтому придется терпеть. Ну, пока все более-менее. Я говорю, да, было бы хорошо миссии вот по 9-10 проходить сразу за серию. То есть, чтобы и прохождение особо не растягивать. Все равно, как говорится, пока ждем Titan Tundress. Да, нужно чем-то заниматься. Нужно готовиться. Но здесь пока да, подляны, к сожалению, но такие. Так, здесь у нас огнетушитель. Конечно же. И идем спасать Дениса. Если честно, думал, надо было все-таки ограничить кадров-то врубить. Думал, мало ли, она сейчас помрет быстрее. А с другой стороны, а что тут уже бояться? Скорее всего, миссия-то уже пройдена. Что она орет все время? Что она еще ложилась под этих вагосов? О чем еще СиДжей думал впоследствии? Ну ладно, не суть. Где это там? Иди сюда. Ну вот и все, ребята. Burning Desire пройден. На самом деле... Опять ставлю 1 из 10 сложностей задания. Так, надо тачку нормальную взять. Это как? Я вставлю этот момент. Это как? Вы видите, у меня кусок забора отвалился, но при этом... Ай. В чем плюс GTA Stundress? Да, игра вышла в 2004 году. Почти 20 лет играю. Все время нахожу что-то новое Вот Блин, у меня появилась небольшая дилемма Короче, смотрите, шестой миссии хотел закрыть Тенпенни Но только что позвонил Свит И сразу дает задание Доберман То есть технически, если я сейчас выполню Свита Я могу покупать армор Если я не выполню Свита, то мне сейчас придется тогда Ну, по сути, голым идти на склад На склад Ладно, давайте попробуем так В качестве шестой миссии выбрать Грей Импорс Наверное, все-таки не люблю я Оставлять каких-то работодателей в ГТАшках Что? Это дождь идет? Или... Че? А, да, реально дождь идет Прикиньте, по этим каплям не понял бы Ничего, такая вроде ясная погода, кошмар В общем, да, сейчас пройдем миссию со складом Как вы думаете, какое будет усложнение в челлендж-моде? Ой, да, а то вы не знаете, господи Только, да, вот вниз я теперь не полезу Потому что там заборов понастроили Придется, правда, в обход объезжать На месте В данной ситуации, кстати, было бы хорошо обзавестись Какой-нибудь винтовочкой снайперской Но, как я говорил, да, позиции все-таки здесь поменяли Поэтому, если получится ее найти, то рандомно Хотя, кстати Да, все-таки не везде Как минимум, здесь в доках можно будет теперь, видимо, всегда найти броню А, собственно, почему бы и нет? О, боже мой Че ты делаешь? Я понимаю, что сейчас, конечно, это все в тему Но, извините, тут у чуваков еще и помповые дробовики А это, скажу вам, одно из самых худших орудий в Сан-Андрес Которая против тебя может выступить Так, подбираем армор И пойдем потихонечку чистить Значит, начинаем отсюда Заканчиваем вот этим А У некоторых дробовики, у некоторых все равно пистолеты Короче, как брать втором Можем просто идти через прицел И спокойно стрелять Помните эту сцену? Надеюсь, помните И... Вот так Замечательно Еще и КП-шку забираем Короче Опять искусственные усложнения Опять... Опять просто оружие вить Я даже буквально с разворота без мишени уже способен поразить цель А А-а-а Кстати, было бы неплохо, если бы в этом случае он Немного триггер, короче, поставил Ближе к вот этому холлу Когда чувак начинает бежать Потому что вот эта заставка На самом деле прикольная тема Но Стоп Можно еще вот так сделать Ага На трупы просто уже Подожди СиДжей через них А, окей, он может перепрыгивать Я говорю, то есть От этой подляны был бы смысл Если бы он Допустим, передвинул маркер просто немного Поближе к нам, правильно? О, видите? А сейчас в итоге я его просто сбоку опять могу вальнуть Смотри-ка Так, вот убили Балласа А, подожди-ка Вообще-то он его, кстати, хорошо поставил Ну-ка, подожди-ка Я, наверное, в теории Могу как-то попробовать А откуда ты появился? Да ладно, йоло Погнали Ээээ, есть Да что Куда ты пошел, американский? Все, готово Мишен паст Сам себе искусственно усложнил задачу Но тем не менее Я рад, что получилось Вы не представляете, как рад И следующая миссия называется Доберман Она уже, получается, у нас седьмая, да, идет? А, ну смотри, потом логично Восьмая, девятая, десятая И вот как раз Лос-Антос будет пройден, да? То есть сегодня мы его с вами спокойно закончим У меня есть такое ощущение, как будто больше, чем 25 миссий в Лос-Антосе Я все время считал неправильно Тут как будто около 30 штук аж Хотя хрен его знает по большей части Ладно, армор, короче, у меня есть И оружие, в принципе, тоже Поэтому погнали Пройдем сейчас Доберманы с тем, что у нас есть Заодно проверим, как там захватом именно территорий Потому что под конец игры их придется брать И надо понимать, с чем мы имеем дело Хотя напомню, что в Добермане Волны будут послабее То есть там на первые ребята биты буквально используют Итак А, окей Он даже не заморачивался Понял, принял Значит, скипаем эту миссию, да, ребята? Биты на первой волне Это даже не серьезно Притом, кстати, хилки и броня Они так и будут присутствовать, соответственно, здесь Это круто Угу Отлично Так, теперь халявный армор Далее план такой Смотрите Сейчас, короче, поеду за пожаркой Поставлю ее пока в гараж И буду выполнять оставшиеся две миссии Перед гринсейбром Затанчу пожарку И получается гринсейбр проходим Все План на четвертую серию у нас с вами такой Не понял В челлендж-моде есть еще отдельный район Ацтеков Представляете? Это интересная задумка Правда Увеличился ли Расход территорий, да? Ой, расход Объем территории, господи Типа, знаешь, технически Теперь не 100% захвата территории А, не знаю, 110% Но, кстати, интересная тема Я вроде в комментариях такого не видел Если чей-то пропустил То извиняйте Нет, все-таки Не буду заниматься всякой фигней Давайте сразу выполним пожарника Только Блин, надо было подальше отъехать Короче Да, сейчас подальше отъедем В сторону Этого В сторону Лос-Вентуруса Условно говоря И Большую часть Левела пожарника Проскипаем Получается Во И нет, даже еще можно Подожди Сейчас Двойка Да Передо мной заспавните Блин, ну кто-нибудь Просто те, кто не знает Ну, мало ли Потому что в GTA 3, помню В Titan Trace Удивлялись, как я через реплей Вообще проходил это все Вообще Самый оптимальный вариант Проходить пожарника Да, это лучше делать В Лос-Антосе И выезжайте сразу Вот на трассу И то есть Такими темпами У вас большая часть пожарных Вот этих Меток Она будет как раз Вот на этой дороге Вот мы уже с вами На обратном заходе Дамы и господа Я вот, кстати, понял В чем проблема Проходить пожарника Именно тут Пожарного Пожарного Пожарника Вы меня постоянно поправляете Короче Так как мы на шоссе Иногда Чуваки не против Заехать на ребят Которых надо Попросту потушить Это надо иметь ввиду То есть Если, к примеру И я сейчас завалю вот Один из последних уровней На этом Будет крайне печально Но деваться некуда Это лучше, чем ездить По всему городу И наткнуться потом На то же самое Ну, всякое Потому что бывает Ну что ж Обратный отчет 5 4 3 2 1 А уже не важно Все Фаерфайтер Выполнен Полтинничек есть Серьезно Не знаю, почему я не прошел Его в самом начале Наверное, потому что Подумал, что Модификация все-таки Проходить до конца Не буду Но сейчас уже Более чем уверен в этом Итак Значит Огнеупорность есть 50 тысяч есть То есть Сохраняться теперь Можем просто домики Покупать, да Какие-то Далее у нас будет Больничка Но сейчас Финальные 3 задания В Лос-Антосе Давайте их Либо посмотрим уж Полноценно Либо Полноценно скипнем Чит активейтед? Так Не, я конечно Перезапущусь Но Я знаю Я знаю, что Есть такая штука Когда даже с помощью W-ASD люди вызывали Читы в Сан-Андрес Я понимаю Чтоб вы поняли Я ничего не нажимал Кроме Шифта И W В данном Моменте Просто чтобы Катсцену Скипнуть Блин, жалко я Жалко я клавиатуру Не транслирую Я обязательно Попытался вычислить Этот набор клавиш Благодаря которым Я активировал Сейчас самолет О, нифига Сорите-ка А братанчик-то Это Поигрался со временем В этой миссии Это, кстати, по-моему Первый случай Правда? Короче На Лоси Пулькроссе По-моему Давали обычно Четыре минуты Здесь чувак Урезал это все До полутора минут И опять же Я не понимаю Погоди Были до этого Миссии со временем Или нет? Если правильно помню Вот сейчас Если быстро То это только Ограбление деда Да, вот этого? Ну, короче, ребят Открывайте шампанское Лоси Пулькросс Это вторая миссия Где время есть Но оно, наконец, изменено Ладно, скажу как игрок Который уже готовится К полной жопе В Тайтед Андреас Наверное, все-таки Полторы минуты Это тоже много Тут надо минуты Пятаться где-то ставить На самом деле Еду еще Медленно Стараюсь просто Не врезаться Хотя, знаете Робу, наверное, идею Лучше не подкидывать Не-не-не Если он тоже Полторы минуты оставит Пускай лучше так и будет Чего? Вы видите У них пистолеты С глушителями теперь Вообще Если честно Логику не особо понимаю Но выглядит Уже интересно Пистолет с глушителем Так я заберу его А че нет Притом, кстати Хоть наша задача И Кейн Надо как бы Валить остальных тоже Потому что Патроны раз И А, подожди А у этих 9-миллиметровые Обыкновенные Ай-ай-ай Что ж такое Личная охрана Кейна Это называется, да? А у меня, кстати Две звезды Блин Вот это плохо Я этого и пытался избежать Поэтому пытался с глушителя палить Здорово, Кейн Ну Warmed up, Кейн Warmed up, Кейн Два Три Четыре Хорошо Вот и все Полиция как бы здесь Но Всех убили Твою мать Я вообще вину на себя не беру В этом случае Его телепортировала Мать твою Его просто телепортировала Ко мне Прямо Ладно Кейн, дубль два Да Кейн, упади Хорошо Кейн Раз Два Кейн Три Хорошо Ну что за последний Вот теперь я ничего делать не буду Пускай игра телепортирует этого свита Блин, сюда Только сейчас нам, конечно, будет мешать полиция Но если братки не успеют То это, опять же, будет их проблема По большей части А вот это, наверное, придется устранить Извините Извините Вы тут все портите Кейн Помер Отвези свита домой Понял Сначала в пейнтспрей Ааа Ааа Хе-хе-хе Да ладно Да ладно Не делайте вид Что вы не знали Что так и будет На самом деле, кстати Я ж не воспользуюсь этим пейнтспреем Когда проходил миссию Менеджмент Ищус, да На ОГЛОКа Вот так вот, ребята Технически, я думаю Туда, на самом деле, можно Зали и лезть Просто там надо Сдвигать очень долго Это все А у меня тут Как бы Проблема уже в другом Эм Хотите прикол? Я ни одного полицейского В принципе не встретил На данный момент Проходя это задание Вообще ни одного То есть я сейчас не шучу Вроде две звезды есть Он говорил Там теперь суперкопы Какие-то будут Но все, что были Были на поминках Я ничего не понял Ну, следующая миссия Сверхпростенькая Это Reuniting the families И далее остается только Гринсейбер И в принципе Лос-Антос будет завершен Друзья Как я говорил Да, видите Миссии побольше берем Потому что большую часть Мы скипаем Но, во всяком случае Лос-Ипуль-Кросс Был отчасти интересный Проблема только Со звездами была, ребята Блин Мне помпу эту Сраную дали Я не хотел бы С ней проходить задание Ну, ладно Ну, в общем, как я понимаю Сватовцев оружие Будет изменено, да? Или нет? Вообще, думал, кстати У них ХП сейчас Гораздо больше стало Но, судя по всему Это было предварительное Осуждение Ну, пока просто Идем через прицел Все крайне простенько Ребята даже Формально спуститься Не успевают А у наших оружия Все те же самые Что обычно Правильно, ребята? Правильно Еще напомню Бронька у нас тут С вами будет халявная По-моему, сейчас Как раз сверху Она у нас будет, да? Так что потихонечку Забираем А? Ай-ай-ай Не стреляй же ты Так И это еще что тут? Вообще, думал Броня будет тут Судя по всему Я обманул сам себя Ну, ладно Не важно Сейчас, короче Похилимся Все равно на ровном месте Есть тут один способ На тебе На тебе И на тебе Хорошо Ну, видимо Такие дела А, похилиться я уже не успею Ну, пофиг Ладно, свит Погнали Думаю Блин Надеюсь, мне хватит патронов Блин, у них СМГ-шки Но такое чувство Как будто Сейчас будет очень больно, ребята Первый Второй Блин Второй Готов Третий Ну, что у тебя Третий готов Все-таки перезарядку затригерил Ну, и далее Вообще легкотня Вот так Можно было с помпой И палить На самом деле По большей части Да, все-все Валим-валим вертолет Мэйдэй Мэйдэй А я буду дальше прокачивать Навык владения Дробовиком Замечательно Вот и все, друзья мои Реюнайтинг Дефэмилис То есть, подожди Тут даже оружие Не было заменено, да? И формально Но хотя есть еще Сегмент с погоней Может там что-то будет? Не, по-моему Пушки у них вообще Те, чтобы Хотя, стой Найс Они урона наваливают Вообще-то, кстати Неплохо, ребята Но я еще плюсы Могу ставить по нашей тачке Чтобы повышать Уровень владения Калашом у СиДжея, да? Да-да-да-да-да И, соответственно Все будет окей Да вроде СМГшка А урон наносит Как будто реально больше ведь Ай-яй Половину хп почти у тачки потерял Ан, логично предположишь Наверное, да Из-за того, что СиДжей Это находится внутри Этого авто Урон-то повышенный Получается Вот такие дела Да, жесть У меня крайне мало хп осталось Все-таки Я теперь представляю Что будет с погонями Далее происходить по сюжету Но, кстати Хотя бы калаш опнул А, все Да, калаш я до 1000 Короче, поднял То есть теперь уровень Владения Хитман Сейчас чихну Все Reuniting the families Короче, прошли О, это что там за граффити Подожди, это не дополнительное или По-моему, там только что было Одно из граффити дополнительных Ну, точно не скажу Но вроде я не помню Чтобы в этой катсцене Я его все время замечал Я остался гринсейбер, друзья Ну и, в принципе, на этом Уже можно даже потихонечку поражаться Потому что Гринсейбер будет интересен Только в том моменте Когда надо будет оборонять свита Ну что, так как и говорил В этой серии закончим Лос-Антос И сейчас немножко уже подустал Потому что столько миссий Подряд проходить Тем не менее Ну, а еще, кстати, Firefighter Таки накрутил где-то Где тут 15-20 геймплей В общем Ладно, погнали, короче К этому К Цезарю, да, сначала А потом, соответственно Будем оборонять свита Ну, могу сказать, что Были какие-то интересные приколы В этой серии Но Пока что миссия с поездом Drive-thru и Drive-bite Наверное, самое интересное Что было в этой модификации Но Лос-Антос на этом заканчивается Дальше у нас с вами пойдут Уже деревенские миссии Их будет немного Район Badlands, да А потом уже Сан-Фьерро Кстати, можно еще в стату зайти Mission Pass 27 Не знаю, считается ли пожарной Но, тем не менее 28 миссий За 4 серии Как по мне, неплохо Неплохо Учитывая, что их Сотка Потом, правда, придется дольше ездить Поэтому Да, посмотрим Насчет 10 миссий за серию Но, ладно В общем Концовка, ребята Здарова Что по вооружению, ребята? Что-то поменяли? Да У них, кстати, калаши Теперь появились Смотри-ка И, удивительно Бронита у меня нету здесь Крайне печально, ребята Крайне все Печально Но Будем терпеть Да пофиг, со мной же оружие отнимут Правильно? Какая разница Хитман, не хитман Какое оружие прокачано Таким и будем проходить Это челлендж-мод Немного в иной стезе у нас здесь Ну, погнали Надеюсь, тачки живут За которыми мы прячемся, да? Так что Сами прекрасно понимаете В случае чего Будет Полное Ге-ге Ай-яй Ай-яй Как же они Как же они Поддушивают Слегка, а? Этот готов Можно, кстати Раздамажить фургон В принципе, да Нафиг гасить нам Вообще Этих ребят Из баллас Но чё-то Он не подрывается Найс Есть контакт Ещё немного Калашика Забираем Ну, в общем Миссия как миссия То есть Понятное дело Из-за оружия Противников Стало посложнее Но не могу сказать Что прям Вау-вау-вау Она теперь Вообще Не проходится Никак Так, последние Здорово, пацаны Вот и всё Лос-Антос Пройден, друзья Ну, как говорится Четвёртая серия На этом заканчивается Не забывайте про лайки, друзья Подписывайтесь на канал Предыдущие серии Сейчас будут В конечных заставках Я пошёл Отдыхать Понтировать вам Это всё И, да А это был челлендж мод Увидимся в деревенской местности В пятой серии С вами был Спектр Всем удачи Не болейте Услышимся И пока